Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о вирусе, но не о коронавирусе, поэтому не выключайте видео, смотрите дальше. А поговорим мы именно о вирусе папилломы человека. Это не один вирус, а целая группа вирусов, которые вызывают различные патологии. Все они разделены на стереотипы и подписаны цифрами. Все вирусы папилломы человека можно разделить на две большие группы. Первая группа это высокоонкогенные вирусы, которые впоследствии могут приводить к развитию онкологии. И вторая группа это низкоонкогенные вирусы, которые, как правило, не приводят к развитию патологии, онкопатологии, а являются причиной возникновения кандиллом и папиллом. Как же передается этот вирус и как к ним можно заразиться? Преимущественно это половой путь передачи. Потому что заразиться данным вирусом в бытовых условиях очень малая вероятность. Для того, чтобы это произошло, выделения инфицированного человека должны попасть на слизистую оболочку здорового человека. Что очень маловероятно, поэтому путь передачи остается у нас половой. В чем же коварность и опасность данного вируса? В том, что он может длительное время существовать в организме человека. Человек будет даже не догадываться о том, что у него есть вирус папиллома человека. А вирус будет тем временем хорошо себя чувствовать и приводить к нежелательным последствиям. Чем же опасен этот вирус? Тем, что он может вызывать рак шейки матки. Все случаи рака шейки матки ассоциированы с данным вирусом. И не стоит бояться, если у вас есть эктопия на шейке матки. Это не значит, что у вас будет онкология. Наоборот, это говорит о том, что врач, который будет проводить осмотр, сможет быстрее увидеть изменения на эпителии, так как все изменения будут доступны глазу врача. Потому что если это эктопия, то идет смещение зоны стыка эпителия наружу. То есть доктор может как можно раньше выявить патологию на шейке матки и назначить вам необходимое лечение. Хуже, когда шейка матки выглядит гладенькой, а зона стыка двух эпителиев смещена в цервикальный канал. Тогда при осмотре врач не видит этих изменений. Потому что все изменения патологические происходят, как правило, на зоне стыка вот этих двух эпителиев. Это самое такое уязвимое место на шейке матки. И вот если она смещена в цервикальный канал, то здесь уже возникают трудности в диагностике. Потому что цитология шейки матки не всегда дает достоверный результат. Чувствительность цитологии составляет около 70-80%. Поэтому для того, чтобы разобраться, в какой группе риска по развитию рака шейки матки вы находитесь, необходимо проходить обследование на вирус папиллома человека. Если он у вас обнаружен, то вам необходимо более тщательно проходить скрининг по поводу патологии шейки матки. То есть это сдавать цитологию. Возможно, нужно будет сделать жидкостную цитологию, что лучше по качеству. Жидкостная цитология отличается своей более информативностью. Вы можете за одно исследование, например, жидкостной цитологии, взять анализ и на ВПЧ. То есть вам не нужно будет два раза производить забор материала. Возможно, вам нужно будет сделать кальпоскопию по показаниям. Это все скажет доктор. То есть, если у вас есть вирус папиллома человека, вам необходимо более тщательно следить за своей шейкой матки. Как же можно вылечить? Можно ли это вообще сделать, вирус папиллома человека? Может какие-то препараты? Давайте с этим разберемся. Какого-то специфического целенаправленного лечения вируса папиллома человека не существует. То есть, если он попал в организм, то он у вас остается. Все зависит от вашего иммунитета. Чем лучше ваш иммунитет, тем хуже себя чувствует вирус. Он может исчезнуть из вашего организма. То есть, мы можем его не определять по анализам. Как только ваш иммунитет ослаб или появилось более благоприятные условия для развития данного вируса, он снова вновь появится. То есть, одного даже полового контакта бывает достаточно для того, чтобы этот вирус попал в ваш организм. Поэтому самым эффективным, профилактика эффективной является проведение вакцинации от данного вируса. Но вакцинация проводится от самых высокоонкогенных типов. Не от всех типов, которые есть, а от самых высокоонкогенных, которые вызывают развитие рака шейки матки. Поэтому не бойтесь обследоваться на данный вирус. Это не какой-то приговор, а лишь маркер такой, что вам нужно обратить внимание на вашу шейку матки. Не забывать о ней, если даже она вас не беспокоит. То есть, у вас нет никаких симптомов. Обследование нужно проходить ежегодно. Поэтому посещайте врачей вовремя, обследуйтесь на вирус папиллома человека, следите за своим здоровьем, и все у вас будет хорошо. Спасибо большое за ваше внимание. Я буду рада вас видеть у себя на приеме.